Зима. Лучшее время для занятий дрифтом. По зрелищности он превосходит другие автогонки. Трюки на автомобилях, находящихся в управляемом заносе, провоцируют зрителей на острые эмоции. Айгерим Бабиш, наш корреспондент, сейчас находится в одном из пригородов столицы, где проходят республиканские соревнования. Сегодня первый этап нового сезона. На старте лучшие гонщики страны. Айгерим, привет, что вы в прямом эфире. Добрый день, Алмаз. Атмосфера здесь просто потрясающая. В воздухе витает адреналин, слышен шум колес и скрежет металла. Особенно, когда попадается крутой поворот. Мы сейчас находимся в селе Коянды. Это примерно в часу езды от столицы. И здесь проходит первый этап зимнего дрифта сезона 2022 года. В этом году на соревнованиях собрались лучшие гонщики со всех регионов Казахстана. Здесь сейчас примерно около 60 участников. Они приехали из Салматы, Сусь-Каменогорска, Семипалатинска, Петропавловска, Павлодара и других городов Казахстана. Также стоит отметить, что возрастных ограничений нет. Самое главное, это чтобы у участников была так называемая гоночная лицензия. Самому молодому участнику, насколько нам известно, 14 лет. Также следует отметить, что соревнования проходят в индивидуальном формате или как-то называют одиночный заезд. Победители получат кубок, медали и даже символические призы. Вообще, в целом, дрифт это не только об умении водить машину, это даже в какой-то степени о творчестве, так как каждый участник модернизирует и украшает машину под себя. Здесь мы можем увидеть очень много различных моделей машин разного цвета. И также стоит отметить, что соревнования в этом году проходят в 5 этапов. Второй этап будет примерно 15-16 января 2022 года. В целом же полностью все соревнования, то есть последний этап, будет в мае 2022 года. Сейчас также мы поговорим с одним из организаторов зимнего дрифта. Родион, скажите, пожалуйста, какие меры предприняты для обеспечения безопасности зрителей и участников? Во-первых, подготовка трассы это очень долгий и длительный процесс. Изначально мы производим замер льда, то есть безопасно ли на него выезжать на автомобилях. Соответственно, после замеров мы начинаем очистку трассы, подготовку трассы. Для зрителей максимально мы стараемся преградить. Есть некоторые люди, конечно, все-таки хотят быть очень близко к дрифту, но все-таки это немножко опасно. Максимально люди распределены по периметру, то есть без сетки, возвышенности. Везде всем все замечательно видно, всех все устраивает. Скажите, пожалуйста, а вот по поводу защиты гонщиков, насколько я видел, у многих шлема защитные. Скажите, что еще предпринято для обеспечения защиты гонщиков? Не у многих пилотов шлема, а у всех поголовно. То есть это первая степень защиты, это шлем. Вторая степень защиты, это либо спортивные сидения, либо сидения, ну, доработанные, скажем так, спортивными ремнями. То есть обязательно. В некоторых случаях у наших пилотов имеются и перчатки также. Многие ездят в комбинезонах, специальные комбинезоны противопожарной безопасности. Спасибо, Родион. Также я хочу отметить, что у многих машин, которые для дрифта, у них отсутствуют так называемые задние сидения для пассажиров. Также у многих из них стоит более мощный мотор. В принципе, на этом у меня все. Амаз? Спасибо. Спасибо. Гирим Бабиш была с нами на прямой связи. Мы продолжим выпуск. Спасибо.